Лучшая каша – это колбаса. 5000 кг в сутки – средняя производительность Самарского завода по изготовлению мясной продукции. Сырье исключительно местное, в цехе соблюдаются необходимые ГОСТ и технические условия. Зарубежное оборудование позволило всего за год работы увеличить объемы в 10 раз. Упаковочные машины в отделении, где мы находимся, также импортного производства – это немецкие машины. Они позволяют получать хороший вакуум, высокую производительность и качественные показатели продукта также находятся на высоком уровне. Свинина, говядина – разнообразная птица. Одним словом, голод 63-му региону не грозит. Сельское хозяйство, разрушенное пару десятков лет назад, понемногу поднимается с колен и выходит на новый уровень. Процесс импортозамещения идет по плану, но для того, чтобы выйти на нужные объемы производства, требуется не один год. Самарская область полностью обеспечивает себя продуктами растеневодства. В первую очередь это зерном для производства муки и производства хлеба. Мы на 100% обеспечиваем себя картофелем и отправляем излишки за пределы Самарской области и даже за рубеж. Мы на 90-95% обеспечиваем себя овощами, поэтому и сегодня идет очень хороший перерост по производству молока и мяса. На сегодняшний день в Самарской области действуют 72 программы государственной поддержки сельхозпроизводителей. Это и субсидирование процентной ставки по кредитам, и возмещение средств на вложенный капитал, помощь в приобретении оборудования. Все предприятия с успехом пользуются льготами, чтобы недостатка в местной продукции на прилавках в регионе не было. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, События.